друзья всем большой привет сегодня у нас с вами будет петчворк без правил без линеек без шаблонов и без измерений это так называемый импровизационный петчворк и мы с вами сегодня попробуем его освоить у меня нашлась вот такая тканюшка совершенно случайно я там в кучу лоскутов и и вытащила подобрала такого же цвета как здесь полосы и давайте мы с вами начнем эти пока что я уберу здесь у меня вот такой кусочек довольно длинный я возьму отмерю 40 сантиметров 43 где-то сантиметра и отрежу лишнее так 43 сантиметра будет где-то здесь вот уже сейчас я без всяких линеек просто отрезаю этот кусочек получился прямоугольник и его я буду располагать вот таким образом и сейчас мы будем добавлять полосы из вот этих других тканей импровизационный петчворк может быть любым его суть в том что вы шьете так как вы видите без всяких точных деталей нарезок и тому подобное это могут быть как прямые линии волнистые и разные разные техники но я вам покажу сегодня одну из техник это как раз таки волнистые линии чтобы разрезать как бы получить эти линии да нам нужно взять кусочек наш и ткань здесь вот у меня полоска это сшито видите из кусочков потому что мне нужен был длинный кусок а был он у меня короткий в общем неважно можно сшивать части это не запрещено наверное сначала я сделаю из красного что потому что этого у меня очень мало а красного побольше вот такой вот кусочек и дальше чтобы получить волнистую линию здесь какую-то мы должны эти кусочки друг на друга наложить ну вот здесь у меня примерно на ширину 4 сантиметра они перекрывают друг друга и дальше мы должны разрезать эти куски вот так вот провести сразу ножом волнистую линию слишком вот такие извилистые с большими изгибами не стоит делать а какие-то плавные волнистые линии так нужно аккуратно я чуть чуть подвину потому что мне не хватает длины ну как то так теперь этот обрезочек убираем этот обрезочек который внизу убираем у нас получается вот такие две детали с уже волнистым срезом которые идеально подходят друг другу здесь вот верху я сейчас обрежу то что не нужно вот так и теперь нам нужно это сшить складываем вот здесь вот соединяем там где она самой верхней точке и идем к машинке сложили вот здесь более менее ровный участок несколько сантиметров мы его можем пока просто прошить соединив срезы дальше идут уже у нас такие извилистые срезы здесь просто нужно соединять участки небольшие вот видите просто уравниваем эти срезы и строчим прострочили дальше опять небольшой участок сложила чтобы срезы были в уровень прострочила дальше где-то эти участки будут совсем маленькие можно поправлять вот эту верхнюю ткань чтобы она не сборила тут тоже супер точность не нужно просто постепенно не спеша вот где более менее ровные участки можно шить длинный кусочек но потом все равно нужно остановиться поправить ткань и таким образом весь шов соединяем здесь у меня стоит лапка шагающая она помогает продвигать ткань чтобы не припосаживалась ни сверху ни снизу вот все я дошла до низа теперь давайте посмотрим что получилось вот то что мы сшили есть тут небольшие сейчас неровности но мы про утюжим сейчас я за утюжу на темную ткань при пуске просто берем утюг и аккуратно не спеша за утюживаем швы так смотрим на лицевую сторону вот такой здесь нормальный аккуратный шов ничего не растянулась все хорошо можем продолжать дальше я буду вшивать сюда еще остальные полосы например теперь вот эту возьму бежевую кладу ее вот сюда я хочу чтобы у меня было вот этих полос побольше от ну из основной ткани они были пошире а из этой ткани чтобы они были поуже в общем я кладу вот так вот сверху и сейчас здесь вот буду проводить линию тут главное беречь пальцы чтобы они не пострадали вот таким образом все теперь пришиваем здесь да тоже у нас здесь все идеально сходится точно также идем за машинку и пришиваем вот так пришила я эту часть здесь уже я за утюжила на вот эту цельную ткань потому что здесь швы не хотелось толстых мест поэтому я сюда за утюжила все дальше мы в принципе продолжаем по такому же принципу да если положить вот эту ткань сверху и обрезать ровно по этой линии то у нас получится вот эта вставка одной ширины либо мы можем взять и разрезать немножечко по-другому чтобы сместить только тут нужно смотреть вот лучше по этой ориентироваться чтобы за границы этой полосочки не выйти ну а я думаю что я сюда добавлю еще черную сначала ткань а потом уже вот эту основную фоновую вот моя черная ткань как камера сразу на нее реагирует накладываю друг на друга на разном расстоянии можно вот здесь у меня уже узкая часть ну примерно на 2-3 сантиметра и веду как мне хочется так возможно где-то не прорезалась сейчас нужно будет вот убираю ненужная вот здесь в принципе полоска у меня будет тонкая поэтому я сейчас возьму и просто отрежу вот так вот от основного куска и присоединю ее все черную пришила теперь возвращаю на место свой кусочек вот этот здесь у меня уже отрезана я как-то вот так сверху постараюсь отрезать чтобы чтобы черная полосочка это было тоненькой не тут не нужно ее большое наполнение так вот здесь вот немножко не хватает видите маленький был зазор поэтому я эту черную полосу вот так сдвину и еще вдоль ее края просто отрежу вот так чтобы было полное совпадение этих срезов все можно сшивать вот так вот ну вот такое полотно получилось видите тут линии разной извилистости получились где-то более плавные где-то более извилистые теперь остается подровнять под размер какого-то изделия вот смотрите почему я взяла побольше да если допустим вы хотите готовый размер 40 сантиметров то берите с запасом потому что вот здесь в конце не всегда совпадает длина вот здесь видите разные длины и полосочки поэтому чтобы было место для маневра всегда берем чуть чуть побольше и потом просто отрезаем лишнее эта техника не об экономии ткани там использование всех всех остатков тут есть выпады да вот у меня осталось сколько обрезков это просто такая техника как сказать для самовыражения если вы хотите попробовать что-то новое или какая-то у вас идея есть где нужны именно такие плавные линии то можно воспользоваться этой техникой на изнаночной стороне и когда утюжим если вы видите что где-то тянет собирается ткань да и невозможно это разутюжить посмотрите на изнаночную сторону возможно где-то просто нужно надсечь припуск ему не хватает вот этой ширины по краю чтобы лечь хорошо поэтому просто возьмите ножнички и надсеките в нескольких местах и еще здесь бывают такие как пузыри образовываются да когда вы кладете плоско и видите у вас вот здесь такой образовывается пузырь и ткань сама просится чтобы здесь вот такой получается как кармашек да то вы заутюжьте чтобы ткань лежала плоско вот так как ей нравится да чтобы она лежала ровно у вас в конечном итоге пузырь этот заутюживаем здесь образовывается складочка мы просто раскрываем и на этом шве строчим по складочке тогда все пузыри эти закроются уйдут и ваше полотно будет плоским вот такой сегодня был у нас урок надеюсь вам понравилось было интересно и полезно эту заготовку я наверное сделаю из нее может быть подушку или какое-то другое изделие кстати у меня есть уже подушка в этой технике сейчас я вам покажу вот такая видите здесь я добавила стежку такими же волнистыми линиями машину и вдоль некоторых полосочек прошлась еще ручными стежками добавила таких изюминок и вот пожалуйста такая небольшая подушечка получилось с обратной стороны у нее цельная ткань все на этом я с вами прощаюсь пока пока и до новых встреч